добрый день ну что ж могу сказать так что наблюдать за рынком сегодня было невероятно скучно но при этом очень очень познавательно почему так да все на самом деле довольно просто давайте посмотрим с вами на единую европейскую валюту которую по сути дела сегодняшний весь день стоит на месте и мы смотрим на то что сейчас происходит уже после публикации даже американской статистики изменения сугубо символически то же самое касается фунта то есть здесь тоже движение крайне крайне микроскопические и рубль да он кажется продемонстрирует более ярко выраженное какое-то движение сторону укрепления но это что-то в районе 20 копеек то есть тоже очень и очень мало хотя между прочим поводу для какой-то суеты и возни на рынке было предостаточно хотя бы вспомнить про индекс цен производителя в европе который между прочим на данный момент составляет 12 1 процента то есть в годовом выражении цены производителя растут на 12 с лишним процентов месяц назад 10 и 2 процента ждали что поскочит до 11 а тут 12 1 теперь вспоминаем какая инфляция недавно вышла и рост двух и двух аж до трех процентов такой инфляции в европе очень давно не наблюдали а тем более такие скачки соответственно цены производителей как опережающий показатель четко нам указывают на то что ребят ребят инфляция будет расти и дальше а где и цб и цб хоть что-то говорит нет а при такую инфляцию и цб де-факто не остается нового выхода кроме как ужесточать монетарную политику ну или хотя бы следовать примеру фрс и объявить об этих планов сказать что вот там примерно в таком-то диапазоне в таком-то временном отрезке будут происходить то-то 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 нет я цб ничего из этого не делает а значит раз инфляция его загоняют в углу и это подкрепляется еще индексом цен производителей то есть мы теперь понимаем что в общем-то да инфляция будет расти дальше и цб же может объявить обо всем это внезапно никто не будет готов к этому не жизненности это чревато большими убытками поэтому наиболее логичный выход из этой ситуации это снизить свой риск с точки зрения инвесторов а как можно снизить уменьшить свои евровые активы все но этого не происходит да конечно можно сказать что связь между ценами производителей инфляции она существует но она не столь серьезно то есть нельзя проводить прямые параллели что раз уж тут цены производителей подскочили на два процента то инфляция тоже нет но по крайней мере мы понимаем что она вырастет а во вторых все-таки инфляция была опубликована относительно недавно и следовательно я цб еще не успел как-то прокомментировать это и есть надежда что все таки был какой-то глаз разума он будет посмотрим как мы будет развиваться тем не менее думаю что главным главной причиной застоя на валютном рынке является не это а несколько другое потому что хорошо с инфляцией если это все так и работает предположим те доводы которые привел они именно так и сработали то то возникает вопрос а почему нет какой-то серьезной реакции на заявки на пособие по безработице сша тем более что они вышли заметно лучше прогнозов до первичные как и ожидалось снизились до 340 тысяч нормально там небольшое снижение ничего страшного а вот повторные которые должны были сократиться до 2 миллионов 815 тысяч вдруг сократились до 2 миллионов 7148 тысяч это очень много и не забываем что завтра публикуется доклад министерства труда но это очень серьезный аргумент в пользу доллара движение не то есть ничего сверх естественном не происходит движение опять же такие же символически очевидно что рынок сегодня просто забил на любую макроэкономическую статистику более того по сути дела данные по заявкам пособия в некоторой степени входит диссонанс с последними данными вчерашними точнее данными по занятости и вот теперь мы подходим докладами туда скажем так довольно неоднозначной ситуации с одной стороны мы не признаки того что данные наверняка будут хуже и эти данные имеют приоритетное значение на самом деле они более значимы а другие данные чуть менее значимые но тоже имеющие вес указывают что нет наоборот данные могут даже оказаться лучше прогнозов так чего же нам ждать завтра ну слава богу что завтра по сути дела ничего кроме докладами труда нету как ничего конечно из розничные продажи в европе но на фоне докладами труда это ничто и сегодня мы увидели как даже более значимые макроэкономические данные банально были проигнорированы то есть да в первую половину дня на фоне публикации итоговых данных по индексам деловой активности там европе британия розничной продажи в еврозоне конечно какая-то возня будет но пунктов 10-15 все самое интересное что происходить когда будет опубликован доклад что мы из него можем увидеть главный пункт это уровень безработицы который должен снизиться с 5 4 до 5 3 процентов есть основания полагать что могут быть точнее есть прогноз говорящие о том что нет до 5 2 честно говоря последние данные по занятости вчерашние говорят скорее в пользу того что уровень безработицы может даже вообще остаться неизменным а если снизится туда то все-таки до 5 3 процентов 5 2 это крайне маловероятно и подобное снижение будет вызывать очень много вопросов вторым по значимости показателем является любимый всеми но он фарм так называемый это количество новых рабочих мест не сельского хозяйства и вот тут любопытно предыдущем месяце было создано 943 тысячи рабочих мест это очень много это это неимоверно много не исключая пересмотров лучшую сторону кстати и по итогам августа должно быть создано 750 тысяч новых рабочих мест это тоже очень много однако динамика занятости и динамика заявок на пособие по безработицу нам говорят о том что что-то как-то много ну действительно только то очень много новых рабочих мест они созданы в пустоту на некое будущее соответственно мы скорее всего должны будем увидеть а первый вариант развития событий данные хуже как по уровню безработицы ну скажем так по самой нижней части прогноза то есть 5 и 3 5 и 2 все таки не будет а по количеству новых рабочих мест меньше и вот тут скорее всего реакция будет сугубо негативной по отношению доллару такое вполне возможно и доллару начнет стремительно терять свою позицию если же данные окажутся такими как указывают прогнозы мы увидим совершенно другое мы увидим возобновление такого устойчивого тренда на укрепление доллара вот как то вот так вот все это будет выглядеть причем вне зависит того какая валюта ты по отношению к рублю будет ровно то же самое и понятное дело к фунту евро это в первую очередь так что все будет зависит от содержания еще раз подчеркиваю учитывая какие выходили последние данные есть стойка убеждения что все таки содержание доклада будет несколько хуже нежели ожидается будем посмотреть как говорится тем тем временем у нас удивительнейшие вещи происходят на фондовом рынке в исторический максимум по крайней мере по индексу мосбиржи можно попробовать посмотреть доу джонс тут по моему нового исторического максимума еще нет мы пытаемся к нему двигаться хотя посмотрите доу джонс просто стоит на месте до этого неплохо рос 20 августа тут мы начали позже мы в эти сроки наоборот стояли на месте по индексу мосбиржи то есть запозданием пошли вверх по аналогии можно сказать что наверное мы в скором времени уйдем в застой и либо скорее всего будем все-таки вниз потому что новый исторический максимум мы в общем-то попытались тронуть даже отметку в четыре тысячи чуть-чуть не дотянули до нее очень бодро и очень резво вот это пугает то есть с такой же скоростью такой же резвостью мы будем возвращаться назад ближе к отметке 3900 даже если сейчас попытаются трону 4000 до конца сегодняшнего дня или утром какие-то сумасшедшие завтра пытаются это сделать мы очень стремительно вернемся вниз потому что в последние месяцы особенно индекс мосбиржи очень четко отработал одну и ту же самую схему мы трогаем исторический максимум мы уходим вниз после этого потом восстановление пробиваем спокойно этот максимум немножко закрепляемся возле в его районе после этого движения к новому историческому максимуму следующие 100 пунктов и эта схема работала всегда с небольшими там поправками на ветер и тому подобное но сценарий всегда один и тот же и принципиально ничего толком еще не поменялось то есть то та движущая сила которая толкала индекс мосбиржи пока никуда не делась есть наоборот сдерживающий фактор в виде ожидаемого в скором времени периода финансовой отчетности с не на шатах америки и закрытия финансового года так что вот это как раз и держит индекс мосбиржи по идее если бы не этот фактор мы бы уже преодолели 4000 и именно из-за этого фактора возникают есть опасения и скепсис относительно вот этого сейчас роста который мы наблюдаем сегодня неизбежно должны будут достаточно быстро откатить назад ну и отдельно хотелось бы сказать немножечко про отечественную макроэкономическую статистику которая вчера публиковалась и тут очень-очень любопытный момент дело в том что уровень безработицы снизился вроде как очень сильно с 4,8 до 4,5 процентов и вот тут сразу же безусловно возникают вопросы к самой адекватности этих значений не секрет что экономика все еще восстанавливается то есть мы еще год к году показываем ну дай бог там если рост в районе там 0,1 0,2 процентов при том что в прошлом году был спад достаточно сильный экономика даже находится не в том состоянии в котором она была в 2019 году а уровень безработицы сейчас ниже то есть либо это проблема самого показателя у нас он не совсем достоверен как например в европе и в штатах в силу не только методологии методологии это все та же самая а сбора первичных данных потому что все-таки у нас люди не так часто любят подавать заявление в соцслужбу на пособие и тому подобное и многие люди этого не делают банально соответственно получение достоверной информации оно затруднено из-за этого ну такая специфика определенная сугубо внутренняя но в любом случае показатель 4,5 процента это какой-то какая-то фантастика и верить ему довольно трудно ну причины я описал почему поэтому мы можем обратить внимание на розничные продажи темп роста которых замедлили с 10,9 процентов до 4,7 процентов ой как а это очень сильное снижение получается если посмотреть на эти цифры у нас выходит довольно забавная картина безработица снижается и она ниже чем до кризисное время а розничные продажи как-то резко замедляются а где взаимосвязь между ростом занятости и ростом потребления то есть тут очень много вопросов наоборот статистика вызвала гигантское количество вопросов очень странных а что там происходит и вот этот момент он безусловно будет дальше давить на рубль то есть конечно же наша статистика напрямую не оказывает никакого влияния на российский рубль но как отдельные элементы там в пользу или против срабатывают то есть можно сработать как немножко сдерживающий фактор и наоборот усиливающее движение вот непонятки со статистикой которая вышла вчера вечером нам скорее всего намекают на то что потенциал укрепления рубля в ближайшее время все-таки исчерпан обратите внимание мы в общем то подошли к отметке 72.75 это предыдущий скажем так минимум начало августа месячной давности ну судя по всему вкупе с этой статистикой это все говорит нам о том что мы будем довольно активно снижаться это снижение ослабление рубля будет растянуто на несколько дней до куда это да конечно в районе 74 то есть как до этого было примерно конечно же если только завтра американская статистика по рынку труда не окажется просто какой-то ужасающей катастрофической это сломает вот эту картину и рубль будет достаточно уверенно укрепляться где-то до 72 рублей за доллар то есть здесь все равно мы будем крутиться вокруг доклада Минтруда вот такие у нас дела на этом у меня пока все я желаю вам всем удачи и до новых встреч и и и и и и и